За последние два года поступление в государственный бюджет Азербайджана от приватизации объектов составили 200 миллионов монатов. Об этом заявил председатель Госкомитета по имущественным вопросам Кэрри Амгасанов в ходе выступления на шестом заседании глав приватизационных органов стран-членов Организации экономического сотрудничества. По его словам, в стране до сих пор посредством инвестиционных конкурсов приватизировано 125 предприятий. Суммарные инвестиции в них составили 1,1 миллиарда монатов. Кроме того, с 1995 года было приватизировано более 50 тысяч объектов и малых предприятий, а также создано свыше 1,6 тысяч акционерных обществ. 300 тысяч человек стали обладателями акций. «Свыше 1,7 миллиона граждан Азербайджана извлекают выгоду из приватизации в различных формах. В результате этого доля частного сектора в стране достигла 83%. Для привлечения иностранных инвесторов были направлены обращения ведущим международным инвестиционным фондам, коммерческим инвестиционным банкам, иностранным организациям, действующим в сфере приватизации». Для участия в мероприятии в Баку прибыли генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хадис Улейман Пур, а также делегации из 10 стран-членов ОС. По словам Генсека, встреча позволит придать новую форму сотрудничеству в сфере приватизации в данном регионе. «Организация экономического сотрудничества соединяет Азию с Европой. Многие страны заинтересованы именно в этом регионе, а Азербайджан в частности обладает стратегической важностью. Из-за благоприятного географического расположения имеет преимущество сферах транспорта, энергетики и туризма. Все они являются приоритетными направлениями организации экономического сотрудничества». Отметим, что главная цель проведения заседания – развитие сотрудничества между странами-членами ОС в сфере приватизации, осуществление обмена опытом, обсуждение совместных проектов, а также возможности привлечения инвестиций. По окончанию заседания ожидается принятие Бакинской декларации по приватизации.